всем привет да напоминаю что давайте ставить сердечки для того чтобы показывать что эфир идет обратная связь виде сердечек что все хорошо доброе утро сегодня очень тоже забавная тема будет такая про удаленное путешествие ой про путешествие удаленную работу просто накипело уже у меня накипело накипело хочется поделиться определенными мыслями на эту тему давайте еще чуть-чуть буквально подождем чтобы люди подтянулись привет привет да всем привет можете пока написать кто откуда где вы находитесь сейчас что это же уже путешествуете что вы уже живете в путешествиях ладно у нас уже в принципе достаточно людей набежало значит первый момент я не против жизни в путешествиях это вообще прикольно то есть периодически куда-то путешествовать это здорово ну жить в путешествиях многим тоже нравится это тоже очень интересный опыт правда это не всем подходит а вот конечно же очень много вокруг изменения очень много красивых впечатлений и многие люди именно стремятся вот так вот жить потому что наша жизнь она как бы не такая длинная хочется побольше впечатлений положительных иметь более счастливый образ жизни вести то есть это все понятно с этим вопросов нету но как вы понимаете для того чтобы так жить все таки нужны для этого средства да то есть нужно иметь какой-то доход который обеспечивает такой лайфстайл образ жизни да привет и вот вы знаете здесь как всегда очень многие люди соблазняются так жить путешествиях и часто путешествовать это разные вещи да это разные вещи я просто говорю и о том и о другом что многие иногда путешествует вот как я например жизнь в путешествиях это не мое то есть я пробовал как бы и попутешествовать какое-то время через определенный период времени мне как бы хочется вернуться домой домой и начать заниматься любимым делом вот потому что я заметил что например когда я путешествую я никак не могу сконцентрироваться и собраться на работе то есть у меня все время что-то отвлекает все время много внешних впечатлений особенно когда например попадаешь там в таиланд или на бали слишком много внешних отвлекающих факторов которые не дают собраться сконцентрироваться на работу на работе понимаете то есть ну это лично мой опыт я не говорю что все такие да но лично мой опыт мне показал то что я не продуктивный в путешествиях путешествиях слишком много хочется куда пойти слишком много хочется чего попробовать слишком много каких-то новых людей новых впечатлений чтобы быть собранным на чем-то одном и продуктивно работать но это вот мой опыт я знаю что есть люди которые умудряются путешествовать и хорошо работать то есть это не обязательно у всех так то есть есть люди которые могут достаточно собраться да даже в путешествиях выделить в день там какое-то время и не думать о да не думать о каких-то развлечениях там о каких-то отвлечениях но вот давайте поговорим о фактах сейчас вот есть как бы такой стиль жизни в путешествиях да давайте поговорим о реальности о фактах первый фактор это для того чтобы путешествовать нужны деньги ну вот тупо нужны деньги чтобы покупать билеты да чтобы жить где-то снимать себе арендовать дом там или жить в отеле для того чтобы вообще не думать вот по поводу денег нужно что-то создать уже да нужно чем-то заниматься таким что обеспечивает определенный доход и типичная ошибка что многие люди когда они соблазняются на весь этот стиль жизни да для них путешествие вот этот вот образ жизни он становится важнее чем то как они будут все это обеспечивать себе понимаете вот и у меня-то у меня-то в моей жизни все по-другому было сначала я себя обеспечил сначала я много работал да то есть я сначала сформировался как специалист наработал много навыков да что-то создал уже наладил скажем так бизнес у меня уже когда отправился там в первое своего путешествие я по-моему в египет полетел да сначала в египет я полетел у меня уже был бизнес у меня уже работало четыре человека или пять человек в команде я мог уже как бы про все это проделегировать на какое-то время отклеиться и попутешествовать поизучать что-то там получить какой-то опыт да и только периодически я там час возможно в день работал или иногда два часа дня работал но моя работа заключалась в основном в том что я контролировал как работают другие люди да либо я делал какие-то обязательные задачи обязательные какие-то циклы которые ну невозможно было не делать на тот момент то есть я в принципе получал от этого сам удовольствие делегировать можно было но мне самому нравилось это делать тогда да я мог сесть и что-то создать вот обратите внимание да привет что ко мне постоянно приходят люди в социальных сетях и предлагают мне взять их в помощники себе да то есть вот возьмите меня я люблю путешествовать вот я щас там путешествую мол возьмите меня дайте мне какую-то работу когда я начинаю задавать вопросы вообще что ты умеешь делать какие твои навыки что ты раньше делал покажи все оказывается банально то есть человек практически не является специалистом хорошим в какой-то области то есть он по верхам умеет немножко это делать и немножко то там какой-то транскрибации текстов там какие-то ну в общем какие-то банальные вещи которые практически вот мне не нужны и я вижу что много много сейчас тут людей ко мне приходят и они предлагают то что мне не нужно вот и наблюдая за этой тенденцией я как бы вот решил все таки провести трансляцию уже расставить точки над и значит смотрите первое первое что вам важно в жизни найти это найти область в которой вы можете действительно хорошо приносить ценность другим людям сделать что-то хорошо намного намного лучше чем это делают другие люди это первое это то что будет вас кормить и неважно как вы живете живете вы в одном месте где-то да или вы живете в путешествиях или вы иногда путешествуете это абсолютно не важно самое важное это то что вам нужно освоить какую-то профессию которая является вашим любимым делом и в которой вы можете действительно создавать что-то клевое ну вот за что другие люди будут платить деньги и не жалеть о том что они с вами сотрудничают понимаете и для того чтобы как бы стать таким человеком нужно время нужно много усилий нужно найти то что вам нравится то что вы любите нужно прокачать навыки в этом понимаете а многие люди вот смотрите у них какая ситуация они работают продолжайте мне пожалуйста ставить сердечки потому что у меня измена начинается что отваливается трансляция то есть многие люди работают вот они живут какой-то обычной серой жизнью да то есть ходят на нелюбимую работу там не знаю вот у них какая-то абсолютно неинтересная жизнь да и они например бродят по интернету и нарываются на какой-то проект я не буду сейчас озвучивать название проектов да но есть много проектов которые говорят о посмотрите вот как можно жить оказывается можно жить путешествиях можно зарабатывать удаленно да там можно и это можно то вот посмотрите какие возможности сегодня вам предлагает жизнь да действительно эти возможности все есть действительно можно работать удаленно то есть но это форма а не суть понимаете то есть эта форма То есть действительно все это вам доступно, если вы являетесь спецом в какой-то области или хотите стать спецом и готовы посвятить какую-то часть своей жизни для того, чтобы прокачаться, для того, чтобы создавать некую ценность для других людей. Но у многих в голове что-то неправильно, какой-то бред. Они все это слишком просто себе представляют. Ага, сейчас я быстренько уволюсь со своей работы, сейчас я быстренько уже в путешествиях освою какую-то новую профессию, сейчас я быстренько тяп-ляп что-то начну кому-то делать, зарабатывать какими-то непонятными способами себе деньги. И самое главное в этом всем, что я уже начну путешествовать, что я начну уже жить вот той самой жизнью, о которой я мечтаю. Но, ребята, это так не работает. Вот не работает это так, понимаете? И в связи с этим огромное количество примеров. Люди бросают свои работы, уезжают куда-то, пытаются путешествовать и потом у них постоянно как бы, то есть они постоянно сталкиваются с дефицитом денег в путешествиях, с какими-то сложностями в этих путешествиях, что работать не хочется. Вот знаете, многие думают, я буду сейчас путешествовать и буду там работать. Но когда они начинают путешествовать, они видят, что они не обладают способностью концентрироваться в путешествиях. То есть они личностно не развиты еще, понимаете? То есть у них способность их собираться на деле, да, способность доводить дела до результатов самостоятельно. У них очень низкая. Поэтому они работали, возможно, в офисе, поэтому у них был менеджер. То есть был какой-то человек сверху, который их организовывал. То есть они очень часто не могут самоорганизованными быть. Для того, чтобы путешествовать. Так, опять пропали сердечки, ребята. Да, совершенно верно. То есть перед тем, как красиво жить, нужно построить фундамент. И этот фундамент строится часто не в путешествиях, да, он строится там, где вы живете. И вот обратите внимание, самая важная мысль этой трансляции. Очень часто жизнь в путешествиях – это такой побег. Вы хотите очень часто убежать от того вороха проблем, который накопился у вас там, где вы находитесь. То есть вот получается, что есть нелюбимая работа, да, есть какие-то проблемы часто, возможно, в отношениях с людьми вокруг, да. Есть какие-то вещи, которые не прокачаны, из-за которых вы, ну, может быть, страдаете, да. То есть есть много задач, которые не решены вот прямо здесь, сейчас. И очень часто люди, видя вот эти вот возможности путешествий, как другие люди живут там, они исследуют какие-то другие страны, другие культуры. Они думают, о, как это прикольно, как это здорово. Сейчас я убегу от своих проблем, да, очень как бы быстро, вот, ну, такое быстрое решение, да, всех моих проблем. Просто уехать в путешествие, забросить себя вот куда-то в другие обстоятельства, в другие там ситуации. И там вот каким-то образом я все это решу. Ну, не работает это, понимаете? То есть дело в том, что большинство проблем, с которыми вы можете сталкиваться в своей жизни, где бы вы ни находились, они находятся внутри вас. Понимаете? То есть это непонимание, как справляться с какими-то задачами. Это непрокаченность своих способностей, да, способности концентрироваться, способности чувствовать свое, да, там, способности общаться, да, способности самоорганизовываться. То есть вот эти все способности, они постепенно развиваются. И если они у вас развиты, то уже не так важно, где вы находитесь. Вы можете с прокаченной способностью самоорганизовываться, с пониманием, что является вашим предназначением, вашим любимым делом. Вы можете путешествовать, находиться где угодно. Вам с этим все понятно. Так или иначе, вы будете садиться и делать то, что вы любите. Вы будете концентрироваться, вы будете доводить вещи до результата, не потому что, как бы, вам, ну, в первую очередь нужен этот результат. Потому что вам нравится это все. Вы просто нашли себя в чем-то, понимаете? И вот когда вы себя в чем-то находите, да, пожалуйста, путешествуйте. Когда вы уже способны, независимо от внешних условий, в которых вы находитесь, просто брать и делать определенные вещи, которые важно сделать, которые вы любите делать, которые вы делаете, потому что вам важно самореализовываться и приносить ценность для других людей, да, пожалуйста. Но вы поймите, что это не история большинства людей, это не история 80% людей. А 80% людей, они, знаете, они мечтатели, они вот хотят побыстрее начать легкую красивую жизнь. Путешествовать на острова, там, где-то жить там на Бали, на Самуи, еще где-то там, да. Да, это вот, это так вот хочется, ну я понимаю, это так хочется вот прям уже, уже сегодня это сделать, уже завтра полететь. Ну, вы поймите, что все, у кого действительно это получается, они профессионалы в чем-то. Они научились или уже умеют что-то хорошо делать. Они уже достаточно самодисциплинированы, самоорганизованы. Поэтому им особо не важно, где, дома, в офисе там или на острове. Вот я вам хочу рассказать еще про собственный офис. У меня в офисе работает там, ну, порядка 20 человек. Очень долго, порядка 7 лет я пробовал организовать свой бизнес удаленно. То есть я работал с людьми удаленно. Закончилось это офисом. Знаете почему? Знаете, почему рано или поздно многие бизнесы, которые начинают развиваться, так или иначе приходят к офису? Потому что люди удаленно, вот мой опыт, имеют плохую самодисциплину, плохую вовлеченность в то, что они делают. Очень часто их нету в поле доступности тогда, когда важно, чтобы они были. Понимаете, вот мой опыт, то есть после 7 лет, когда я перепробовал кучу разных подходов систем в организации своего бизнеса, как бизнеса без офиса, как бизнеса удаленных сотрудников, привело меня к тому, что я вынужден был собрать команду в конечном итоге в офисе, посадить менеджеров и перейти вот в такую групповую динамику с короткими линиями коммуникации. Продолжайте мне ставить сердечки, потому что опять возможно нет трансляции. Как в себе развить самоорганизацию, самодисциплину? Это как мышца, она прокачивается постепенно. Но с другой стороны, вы должны сразу... Не, ну не надо часто стучать, иногда прикасайтесь, ребята, просто. Я сам, вот, когда я смотрю трансляции, я сам прикасаюсь периодически, как бы, к экрану. Вот смотрите. Получается, что самодисциплина, да, и самоорганизованность это то, что прокачивается постепенно. Но это прокачивается только там, где вы чувствуете самореализацию. То есть в вашем любимом деле. Потому что, если вы не любите то, что вы делаете, ну, вы не сможете там прокачивать этот навык. То есть для вас это... Вы поймите, что если вы не нашли свое любимое дело, свой любимый процесс, для вас это будет рутина. А рутина, это когда вы делаете тупые какие-то процессы ради результата, и которые вам неинтересно делать, на которых у вас нету потенции, нету какого-то потенциала, да, взять и сделать это. И очень часто вы пытаетесь создать мотивацию целями, да, мечтами, но у вас этой мотивации нету, как любовь к процессу. И вот в такой ситуации самодисциплина и самоорганизованность, она не будет хорошо работать. Я поэтому так многим уделяю внимание поиску своего предназначения, нащупыванию своего любимого дела. Потому что только там, где вы любите, там, где вы чувствуете призвание свое какое-то, вот сильный интерес к самому процессу. Обратите внимание, вам нравится сам процесс, вы будете преодолевать инерцию, вы будете справляться с какими-то проблемами, трудностями и прокачивать навыки. Понимаете? Только там, где вы чувствуете потенциал, вот там, где получается, там и любят. Нет, не всегда. Вот у вас может что-то получаться какое-то время, но в какой-то момент вы можете понять, что это не ваше. Вот, например, как у меня с программированием было. Я в свое время увлекался программированием и благодаря этим навыкам, которые я приобрел, благодаря этому увлечению, я, в принципе, создал свой бизнес отчасти. То есть первую версию вот смарт-респондера я программировал сам. Но уже где-то через полтора года я понял, что это не мое. То есть это мне нравится, но это все-таки не мое. И первый человек, которого я нанял в команду, это был программист. То есть я нашел человека, у которого это главное призвание. То есть которому это нравится, у которого просто мозги заточены под программирование. Понимаете? Вот у меня, я больше гуманитарий, я больше творческий человек. Да, я достаточно интеллектуально развит и способен. Я могу освоить профессию программиста. Но это не мое, понимаете? То есть попробовав это, достаточно долго занимаясь этим, я просто понял, это не мое. Это не мое призвание. Поэтому я нашел человека, у которого это является сильной стороной. Это является его увлечением, призванием и основным интересом. То есть он, кроме этого, ничем не занимается. Вот мне приходилось, когда я создавал свой бизнес, заниматься сразу многим. Но я нашел в конечном итоге человека, который только этим занимается, концентрируется, фокусируется только на одном. Поэтому вам тоже, если вы собираетесь жить в путешествиях, там я не знаю, или путешествовать периодически, заниматься чем-то, вы хотите зарабатывать, вам нужно найти что-то одно, что является вашей сильной стороной, понимаете? И ваш первый этап, как бы, не сразу отправляться в путешествие, да, не сразу вбрасывать себя вот в какую-то красивую жизнь, а сначала найти, в чем вы можете быть цены для других людей. Что вы можете приносить другим людям, что является вашим доминирующим интересом, что является вашим призванием, где у вас, вы готовы прокачивать свои навыки. И сначала начните создавать ценность, сначала исходите из той ситуации, в которой вы уже находитесь. Вот там, где вы находитесь, начинайте разруливать эту ситуацию, не убегайте от нее. Посмотрите, что вас подавляет в этой ситуации. Возможно, какая страна или место гармонирует со мной, но мне Таиланд нравится. Вот мне нравится лично Таиланд. Но опять же, поймите, что когда я еду в Таиланд, у меня не стоит вопрос по поводу денег и так далее. Понимаете? То есть я давно, когда я отправляюсь куда-то в путешествие, я не беру обратный билет. Я не читаю цены там справа налево по-арабски. Сначала цена, а потом уже мне можно это купить или нет. Когда я начал путешествовать, я уже был обеспеченным человеком финансово. Понимаете? А многие, вот кто сегодня путешествует, у них вообще гроша нету за душой. Понимаете? Они там на последние деньги уезжают в путешествие. Ну, это несерьезно. Самуи, Качанг. То есть многое, что Бангкок нравится. Все это очевидно. Возможно, для вас это очевидно, а для людей, для большинства не очевидно это. И меня вот, вот знаете, меня, честно говоря, задрали эти люди, которые приходят мне в личку и пишут, ой, я путешествую, ищу себе работу там, можешь ли ты мне дать какую-то работу, когда я начинаю спрашивать, что ты умеешь, человек просто, ну, я вот перевожу тексты там и так далее. А кто тебе сказал, что мне это надо? Почему ты, когда приходишь ко мне, не начинаешь с вопросов, а какая у тебя есть работа, какие у тебя есть задачи там, и что, чем я тебе, ну, в чем есть необходимость, потребность в чем-то? Люди начинают мне предлагать, а я умею это, я умею то. Да блин, кто тебе сказал, что мне нужно все это? И вот это типичная история. Вот мозги забиты какой-то херней. Вот кто-то сказал, что всем предпринимателям нужно, там, какие-то помощники личные, да, и что они должны делать, там, один, два, три, четыре, пять. Понимаете, то есть люди живут шаблонами. Не живут как бы осознанно, отталкиваясь от реальности какой-то. Живут какими-то шаблонами. Живут шаблонами счастья. Что вот счастье – это путешествие, да, это шаблон тоже. Вот для меня жизнь в путешествиях, ну, это не мое просто. Понимаете? Вот, и сегодня я хотел с вами вот пообщаться на эту тему, высказать просто такой крик души, что прежде чем организовывать свою жизнь и думать об удовольствиях, там, о том, как быть счастливым в других сферах, да, прокачайте главную свою сферу – сферу творчества, сферу работы, сферу отношений с людьми. Научитесь общаться с людьми, научитесь понимать других людей. Научитесь видеть рыночные потребности. Прокачайте свои навыки как специалистов в какой-то области, которая является вашим доминирующим интересом, вашим предназначением. И только потом уже начинайте как бы думать о потреблении. То есть сначала думайте, что вы можете внести в этот мир, что вы можете отдать, какую ценность вы можете принести этому миру. А потом уже думайте, как взять. А вот эти все большинство, толпы людей, которые хотят жить и путешествовать, они хотят брать, понимаете? Они хотят потреблять. Вот хотят жить в кайфе и только потреблять. И у них вопрос, а где брать деньги, как приносить ценность, он второстепенный. Первостепенный «я хочу жить счастливо», «я хочу», «я хочу брать», понимаете? А в жизни работает наоборот. Сначала важно подумать, как ты можешь отдать, что ты можешь создать, что ты можешь на совесть делать хорошо, так, чтобы другой человек, когда получал плоды твоего труда, был счастливый, удовлетворенный. Через это к тебе придут деньги, и потом через эти деньги ты сможешь себя удовлетворить. Понимаете? То есть нужно перестать быть эгоистом, перестать думать только о себе и о своих удовольствиях, и в первую очередь подумать о других людях. Как мы можем служить другим людям, как мы можем создавать какую-то ценность для других людей, что является нашим предназначением, нашей творческой реализации, как существование через нас хочет реализовываться, как этот организм хочет, чтобы мы как клеточка нашли своё место и приносили ценность в этом организме. Понимаете? Вот об этом это фундамент, об этом нужно в самом начале думать, а потом, когда вы уже это нащупали, нашли, всё остальное складывается естественным образом. И вот я повторяю и повторяю это, потому что очень многие живут, и вот их привлекает какая-то такая, знаете, паразитическая жизнь. Да, ну вот мы делаем, как раз распространяем эту информацию для того, чтобы большинство это понимали. Я об этом повторяю снова и снова, чтобы до людей-то доходило постепенно, что прежде чем позаботиться о себе по-настоящему, тебе придётся научиться искренне заботиться о других людях, потому что только другие люди платят тебе деньги, только они принесут тебе те деньги, в которых ты нуждаешься. И эти деньги, ну не надо красть, их не надо красть, их не надо придумывать какие-то хитрые схемы, как отнять. Нужно просто научиться помогать другим людям в той нише, в той области, где у тебя предназначение, таланты, способности, и вот интересно тебе это делать. Да и понимаете, вот эта жизнь, когда ты только отдыхаешь, только путешествуешь, только, не знаю, какие-то у тебя общения, поездки, пустая эта жизнь, понимаете, она лишена самой главной сферы, где ты трудишься, где ты приносишь ценность, где через тебя существование сотворяет, понимаете? То есть есть как бы сферы жизни, где ты получаешь эмоции, опыт, но есть очень важная сфера жизни, там, где ты самореализуешься, там, где ты свой потенциал реализуешь в некий полезный, ценный продукт для этого общества, для этой жизни, понимаете? Мы для этого приходим в большой степени самореализовываться, что-то создавать, что-то сотворять. Если эта сфера не раскрыта, она как бы не реализована, счастливым человек не будет исключено. Этими удовольствиями внешними, насыщениями органов чувств, какими-то впечатлениями и удовольствиями не заткнешь самореализацию. Вот дыра будет, понимаете? Вот дыра самореализованности, креативности, она не затыкается внешними обстоятельствами, внешними какими-то путешествиями. Поэтому для вас главная задача – это нащупать, в чём вы можете быть полезны другим людям, в чём вам нравится, интересно самореализовываться. Это number one, это ваше номер один. Когда это уже нащупано, всё остальное упрощается. Как найти своё предназначение? Заниматься тем, что вам интересно, искать то, что вы любите, не застревать там, где вам неинтересно надолго, не заниматься рутиной тупой какой-то, да? Переходить из сферы «должен», «надо», «обязан» в сферу «интересно», «важно», «хочу». Понимаете? Вы имеете право, вы имеете свободу выбора жить так, как вам интересно, делать то, что вам важно, по-настоящему важно, по-настоящему ценно. И делать то, что вы хотите, искренне хотите, не хотите цель, не хотите взять, а вот искренне хотите что-то создавать, сотворять, помогать. Вот это нужно щупать. И это делается через эксперимент. Вы не можете заранее узнать своё предназначение, вы можете его нащупать. Вы можете пойти на одну работу, попробовать себя. Интересно? Работаете там. Перестало быть интересно, стало скучно, однообразно, одна рутина. Всё, вы только начинаете это чувствовать, уже чувствуете, ну нет вот здесь этого искреннего процесса. Увольняйтесь оттуда, ищите себе новую работу. Я в своей жизни, вот послушайте, ни на одной неинтересной работе не работал. Никогда. Как только у меня на какой-то работе начиналось ощущение, что я здесь больше, ну как бы не реализуюсь, я здесь больше, меня здесь не ценят, здесь я не могу реализовать свой потенциал, я очень быстро оттуда увольнялся. Очень быстро. Проблема большинства людей, они из-за денег сидят годами на нелюбимой работе. Поэтому они, боясь отпустить вот этот вот источник дохода, эти часто гроши, они себя лишают самореализации творческого какого-то процесса в жизни. И вот превращаются просто в белку в колесе, работают в какой-то серой, живут в какой-то серой и работают в однообразной жизни. Это разрушается через понимание, что так не надо. Вот и всё. Может, ещё какие-то вопросы будем заканчивать? Если уже всё понятно, то будем завершать нашу трансляцию. Да, вижу, что вопросов больше нету. Ну что ж, вот такое было субботнее утро. Я надеюсь, что я вас взбодрил. И вы опять заново вспомнили, что важно не то, что вы просто берёте от этой жизни, а очень важно то, что вы отдаёте искренне в эту жизнь. Как вы помогаете другим людям, как вы самореализуетесь, как вы делаете то, что вы любите, то, что вам интересно, там, где вы можете развиваться с интересом, обучаться, потому что, не потому что надо цели какие-то достигать, а потому что интересен сам процесс. И интересно обучаться поэтому. Понимаете? Вот это все ищут. Интересную жизнь. А работа – это большая часть нашей жизни, и поэтому работа тоже должна быть интересной, любимой. И если у вас вдруг нелюбимая, неинтересная работа, никто за вас не найдёт интересную, любимую работу. И вы не можете, работая на нелюбимой работе, найти любимую. Нужно потихонечку отпускать то, что вы не любите, и нащупывать то, что вы любите. Вот так всё просто. Желаю вам вот это вот как можно быстрее осуществить. Классного вам выходного сегодня и завтра. На этом всё. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok